Всем привет! Это Дачный ответ, я Илья Западенец. В доме наших героев этот пузатый красавец не единственный. Тут целая сокровищница, все разного возраста и со своей историей. А переделывать мы будем эту кухню. Ремонт здесь сделали 20 лет назад. А чтобы чай здесь пилой с большим удовольствием, подарим пространству оттенок ароматной заварки. Сложную геометрию подчеркнем, на потолок поселим тигров, ну и самовар место найдем. Участок универовых большой, 17 соток и с любовью обустроенный. Здесь и просторная лужайка для активных игр, и яблоневый сад. Переехали сюда в начале нулевых, когда многоэтажек вокруг не было. Теперь живут как на острове среди каменных джунглей. Александр – профессиональный строитель, сам возводил и дом для себя, и второй поменьше для сына и его жены. Будучи детьми, у меня была мечта построить свой дом, жить в своем доме. Мы прожили всю жизнь в квартире, а у бабушки был участок 6 соток, вот там стояла так называемая, мы их называли будка. Домик 2х3, строил еще дедушка его тогда. Ему вот нам летом было интересно, мы там в саду работали, там ночевали. Жена Елена – главный помощник во всех затеях. Она же главный специалист по выращиванию томатов, кабачков и прочих перцев. Познакомились они еще подростками, вместе уже 33 года. Я сейчас назад поеду и попробую собрать. Давай. Дочь неверовых Наталья живет отдельно, но часто навещает родителей. Она фельдшер в спортивной академии, там же познакомилась с Алексеем. Он тренер женской баскетбольной команды и с домашней птицей отлично справляется. Девочки, девочки, ко мне подошли. Раскинем, Лёш, чуть-чуть. Куры несутся исправно, уже и соседи ходят к неверовым за свежими яйцами. Отмеряй 119,5. Сейчас торцануть надо еще вторую сторону. Сын Сергей, как и отец, получил профессию строителя. Помогает с очередным курятником. Для кур-бролеров, которые берем каждый год, забыли, что такое магазинная курятина, в основном питаемся все своей курятиной. Мы строим, строим и будем строить, как девиз строителей. Вот настроили курятников, это очередной курятник, те будут демонтироваться. Ну, обновляем жилой фонд. Ну, все, отмечай, отпиливай. Пока мужчины пилят и строгают, Елена строчит в своей домашней мастерской. Шить она начала еще в школьные годы. Сначала для себя, потом для домашних. Ей удается все, и платья, и костюмы, и милые вещицы для дома. Муж попросил для чайничка крышечка, чтобы согревался чай, не остывал долго, лучше заваривался. Вотчина Александра, веранда и гараж. Здесь хранится большая часть его внушительной коллекции. Началась она с подарка двоюродного брата. У него в деревне пылился ненужный самовар. С тех пор, вот уже 15 лет, Александр Неверов везет в дом все новые и новые экземпляры. Включая керамические и сувенирные. Мне интереса старина. Самоваров их в старинах особенно становится все меньше и меньше и меньше. Поэтому как бы не простратить вот эту нашу историю. Собираю, где можно, что попадается, все везу домой. Реставрацией пока еще не занимался. Так, пока чисто просто собрать и чтобы радовали душу, радовали глаз. Гости приходят, всем очень нравится. После домашних хлопот приятно выпить чаю с дымком. Но сначала нужно правильно вскипятить воду. Здесь есть свои тонкости. Шишечки нужны? Ну, можно, да, все уже разгорелось. Штучек 10. Шишка просто кладется как бы для запаха. Для запаха. От нее толку мало, она просто сгорает, как порох. Дымит хорошо. А шишечки еловые? Нет, сосновые. В еловых очень много смолы, и она дает шишка горечь. Шишка горечь? Да. Сразу видно, с профессионалом самовар-то завариваем. Ну что, я понес? Ну да, все, в принципе, прогорело, можно забирать. Надеваем. Как эта штучка называется? Тушилка. Это да, корона и тушилка. Ну все, я понес. Да. На кухню. Вперед? На кухню. Пузатый, пойдем. Ой, хорошо, какая. Чай с самовара, другой чай. Это не из электрического чайника. Рассказывайте, какие здесь боли и проблемы. Я пока только вот трещину на потолке вижу. В остальном-то вроде все как у людей. Ну, наша кухня. Если посмотреть, кухня должна быть белой. Да. Посмотрите. 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 Ставый желтый, соответственно, это уже все... Это что такое? Погорело, поплавилось. Прислоняется сюда. Ну, как видите, устала голова. Раз, прислонил. Это правда? Посмотрите. Правда. Это когда моешь посуду, вот, уперся и стоишь в моем. Кухня своя послужила. Хотелось бы, чтобы умещалось хотя бы два человека. Одна рабочая поверхность спряталась за ними маленькая, на которой приходится вдвоем ютиться. Я один встал, я человек большой, и все, ко мне... Не двинутся. Да, меня уже никто не подойдет. Ни у кого авторитета не хватает, чтобы его подвинуть. Не хватает в данном случае света, потому что, когда солнечный день, тоже приходится включать свет. При том, что у вас два окна. Северная сторона. Аквариум. Насколько он здесь туален? Это все, это уже пройденный этап. Его здесь больше не будет. Я так понимаю, вам же есть кому отдать, да? Да, да. И кухня у вас проходная. Да, то есть мы через кухню ходим в гараж, ходим в подвал. То есть часто здесь ходят люди? Да, здесь у нас... Да, движение у нас... Как нам Каде. Как нам Каде, да. Хорошо. Вы уже мечтали вообще вот так вот за чайком? Что вы хотите? Моя мечта маленькая, чтобы разделочная, либо хотя бы мойка у окна была. Мне кажется, от окна света больше будет. Ну, свет можно сделать еще как-то по зонам, чтобы включался. Когда готовишь, включается зона кухни, допустим. Когда обедаем, в зоне обеденности включается. Вы уже представляете, да, что здесь где-то будет обеденная зона? Я не знаю, смотря будет, как стоять в кухне. Может быть, она будет стоять так, и будет кухонный стол стоять здесь. Самое главное, чтобы мама наша была счастлива. Я уже счастлива, что вы приехали. Комиссия классная на все. Главное, чтобы родители были действительно, им здесь было хорошо. Не обязательно зацикливаться на чем-то таком стандартном. Хотелось бы какой-то изюминки. Проще говоря, выйти из зоны комфорта. Вы предлагаю сейчас прямо выйти из зоны комфорта. И увидимся уже в новой зоне комфорта, переделанной. Ура! Здравствуйте! Здравствуй, Леонид. Здравствуйте, Ганна, Юля. Здравствуйте. Чай будете? Конечно. Пожалуйста. У нас тульский пряник, купленный по дороге. Маслица у Логоцкая с моей родины. Это московский чаек. О, отлично. Из самовара? Из самовара. Вкусный. Смотри, какие у нас еще здесь есть интересные вещи. Мед, облепиха и курага. Это вот в таких цветах у нас интерьер будет? По сути, мы, конечно, возьмем оттенки. Самые-самые... Не очень люблю это слово, но в данном случае оно подходит. Самые вкусные. И смотри, у нас салфетка здесь кремовая не просто так появилась, потому что, в принципе, у нас в части интерьера, да, будет этот цвет преобладать. А именно на столешнице. Будет и свет какой-то тоже давать для хозяйки. У нас началось все с самоваров. А самовар это что? Медь и латунь. И мы подумали, что для этого нужны красивые цвета, чтобы вот именно вот эти вот предметы хорошо смотрелись. А где наши герои работать-то будут? Где рабочая поверхность? Ну смотри, мы вообще это помещение наше огромное разделили на две зоны. То есть здесь у нас именно кухня будет. Вот там, где ты стоишь, это продолжение? Да, смотри, кухня начнется за тобой. Отсюда? Да. Продолжится сюда, сюда. И еще у нас появляется полуостров огромный. Вот здесь? Да. Вот окна. То есть, представляешь, на два метра увеличилась рабочая поверхность. И все почти рабочие поверхности у нас соприкасаются с естественным светом. Совершенно верно. И кухонная зона у нас объединится еще одним большим кругом, который разместится на потолке. И в нем будут несколько животных. Тигры? Да. Я в начале программы уже нашим зрителям рассказал, что мы тигрят поселим наверху. Мы когда думали над планировкой, у меня как раз есть прекрасный кот леопардовый, да, бенгал. И он как раз прыгнул мне на ноутбук. В этот момент я подумала, почему бы не использовать крошачьи. Да, звонит мне, говорит, давай. И он тоже в таком теплом окрасе, да, тоже подходит стилистически к нашей кухне. У нас есть одна интересная линия, это выступ от лестницы. Как с ним обходимся? Нам так понравился, наоборот, этот выступ. Мы прямо вот его решили, что мы его не будем ни переделывать. Не скрывать. Не скрывать, действительно. Здесь будет зона столовой, и самым таким стилеобразующим элементом будет диван по нашим эскизам, который идет в параллель как раз с косу. Самовар найдем, куда поставить? Конечно. Начнем переделку? Давай, пойдем пряник есть. Пойдем. Далее в «Дачном ответе» идем в гости. Героем одного из прошлых выпусков. Того самого, за который «Дачный ответ» получил главную телевизионную премию ТЭФИ. Друзья, теперь нам дарят вот такие подарки про «Алис Странь Чудес». Мы здесь все немного не в своем уме. Потом распакуем посылку из Воронежа. Ба-ба-ба-ба-ба-бам. Слушай, ну красиво. Пригласим амурских тигров. Как раз у нас семья очень теплая, и вот эти амурские тигры, они передают эту историю. И разберемся с самоварами. Хулиганство, оно нужно в интерьере, иначе скучно становится. Конечно. Дачный ответ начинает переделку у 22-метровой кухни. Задача непростая. Помещение проходной, плюс есть асимметричная ниша из-за выступа лестницы. Всю электрику заменили, провода убрали в огнестойкую гофрированную трубу, и уже перешли к монтажу металлического каркаса. Потолок дизайнеры решили сделать сложным. В середине оставляем место для эффектного панно с тиграми. Вырезали из ГКЛ элементы нужной нам формы. Листы большие. Чтобы доставить их наверх, используем подъемник. Так гораздо легче. Крепим гипсокартон саморезами. Стыки шпаклюем и армируем бумажной лентой. Финишной шпаклевкой проходимся по стенам и потолку. Нужно выровнять поверхности и подготовить их к декоративной отделке. Но прежде установим дверные короба из анодированного алюминия. Один в проем между кухней и коридором, второй на входе в гараж. Хозяйские окна заменим. Их цвет и размер не устраивают авторов проекта. Новые с пятикамерным профилем, двухкамерным стеклопакетом, упругими уплотнителями и надежной фурнитурой отлично сохранят тепло. В профиле установлена заглушка антипыль зеленого цвета. Ухаживать за такими окнами будет легко. Илья, смотри, у нас новые окна. Что мы с ними сделали? Почему поменяли? Потому что нам не хватало 3,5 сантиметра высоты для правильной эргономической высоты поверхности рабочей. Эта деталь, она была важна вам? Конечно, это же на кухне, это самое главное. Пойдет вот так вот столешница, которая будет переходить в подоконник. Все будет очень удобно для использования, потому что не будет лишних перепадов, щелей. И смотри еще, у нас черный цвет нам нужен был, да? Соответственно, мы эту задачу закрыли изнутри. Изнутри, да. Да-да-да, чтобы так графично, красиво было. А здесь мы оставили такой же цвет, чтобы весь фасад смотрелся единым, потому что у нас и то еще окно, да? Мы не стали этого менять. Тем самым мы не нарушили архитектуру дома. Здесь окно тоже светлое, но не удалось нам его расширить. Пришлось бы вносить большие изменения очень в строение дома. И вот взвесив все за и против, мы решили, что просто изменив композицию, изменив подвигов чуть электрику, мы останемся при вот таком варианте. Но при том поставим теплые, надежные окна нашим героям. Это окна мелкие, сделаны они по технологии коэкс. Внутренний слой из переработанного сырья, внешний из чистого пластика. Это экологично. И при соединении друг с другом они дают очень прочную, надежную конструкцию. Такие окна нашим героям долго прослужат. На плиточный клей укладываем ковер из цементной плитки. Ее толщина 16 миллиметров. Цвета для проекта по референсам от дизайнеров подбирала технолог Ольга Шаронина. Пигментная паста проникает в глубину плитки на 3-5 миллиметров, поэтому долго не сотрется. На очереди стены и потолок. Грунтуем их раствором с кварцевым песком в составе. Он предварительно заколерован в тон основному покрытию. Поверх еще один слой грунта для лучшей адгезии. А уже затем, собственно, идет декоративная штукатурка. Наносится свободными мазками. Покрытие получилось насыщенного сложного цвета. Влажной уборки не боится. Для кухни это важно. Теперь можно навешивать дверные полотна. Петли скрытые. С одной стороны двери оставили белыми, чтобы наши герои во время ремонта соседних помещений смогли выбрать нужный им оттенок. Со стороны кухни сделаем их максимально незаметными. Выкрасим в цвет стен. Белый круг на потолке тщательно покрываем клеем и крепим бесшовное панно. Пластиковым шпателем выгоняем лишние пузырьки воздуха и обрезаем излишки обоев по краям. Тигры в окружении янтарных цветов – работа художницы Олеси Платоновой-Макаровской. Позаботимся не только о красоте, но и о комфорте. Монтируем сплит-систему. Выбрали кондиционер класса энергоэффективности А с двумя плюсами. Мощный, но при этом энергии потребляет немного. Может стать дополнительным источником тепла. Работает на обогрев до минус 25 градусов. Мама и два тигренка. И она смотрит на них с любовью. И все это так вписывается в наш интерьер. Как раз у нас семья очень теплая, атмосфера дружная. И вот эти амурские тигры, они передают эту историю. И хорошо, что вписали это в круг. У нас много геометрии в интерьере. Вот это архитектура. Мы любим геометрию. Здесь круг. И он как раз здорово объединяет. Выделяет эту зону. Он ее зонирует, показывает эту ось. Все цвета, которые мы используем на тигровом поле с пионами, мы используем в интерьере. В интерьере, да. Как тебе цвет вообще стен? Нравится? Мне очень нравится. Мы сейчас находимся где-то, не знаю, на юге. Вот у меня есть такое ощущение, где есть тенистые места, куда можно скрыться от жары. Да, вот ты как бы чувствуешь жару, но в то же время прохладу. Вот ты правильно это подметил. И нам в этом помогла декоративная штукатурка, в составе которой есть речной песок. И вот уже, когда посуду моешь, не упрешься головой в такую штукатурочку, потому что она лоб-то почешет. Да, мы это предусмотрели. Это терракотовый цвет, который сейчас в тренде. На миланской выставке он был там практически на каждом стенде. Ну, не только из-за этого. У нас история же началась с самовара. Самовар у нас там медный, то есть все такое теплое. И вот пошел дальше терракот. И все составляющие. А там мы уже, конечно, играли уже с оттенками. И каплю добавили все-таки розового потона. Так нам показалось, что более приятный такой цвет получается. Двери в скрытом коробе. Красивые нам их на фабрике загрунтовали. И мы уже выкрасили их так, как нам нужно, в цвет стен. Здесь минималистичные ручки. Очень хорошие. Нам нравится. Без лишних деталей, которые совершенно здесь не нужны. Но они настолько эстетичны, изящны. И поддерживают как раз нашу историю с черными окнами. Черные элементы, правда, удачно смотрятся в интерьере. Кондиционер у нас исполнен тоже в черном цвете. С фасадом глянцевым, с отражающей поверхностью. Я даже вижу тигров там. И за ним будет тоже панель темного цвета. И будет все это органично смотреться. Это кондиционер Electrolux Onyx. Технология деликатного потока воздуха. И благодаря перфорированным жалюзи, вот так легко обдувается, создает комфортный климат. Южный как раз. Да. И колд-плазма, и дополнительные фильтры очищают воздух. Идеально. Вообще идеально. Очевидным акцентом интересным является пол. Плитка наша. Здесь клиточки 10 на 10, 10 на 20 и 20 на 20. И вы их вот так складывали в пазл. Придумали, что вот такой, смотри, получился один паттерн. Да, вот такой вот. Смотрели всю подрезку. Когда у нас такой паттерн яркий. Да, да, да. Конечно, этот момент тоже надо учитывать. Я смотрю вообще. Делали раскладочку, да. Очень все четко, здорово сделано. Сделаем небольшую паузу и навестим героев одного из наших прошлых выпусков. Того самого, за который команда «Дачного ответа» получила престижную награду – ТЭФИ. Мечту любого телевизионщика. Два года назад мы с дизайнером Анастасией Стенберг поработали со срубом 1936 года постройки, который впоследствии неоднократно расширялся новыми пристройками. Нам вот это надо оставить. Этот контраст между новым и старым, он должен здесь прозвучать. Вот эта кровля держится на честном слове. При полной снеговой нагрузке, если будет снежная зима, она не выдержит тоже. Сашечка, вы мне тут сейчас, вы мне сейчас там как бы такое, как вы зимоду делаете. Я не готова к этому. Старую бревенчатую стену мы сохранили. Я отстояла бревна. Более поздние хлипкие конструкции укрепили и возвели еще одну новую пристройку – тамбурную прихожую. А на кухне автор проекта сделала ставку на любовь хозяев к игре в шахматы. Там появились выложенный шахматкой пол, столик ладья и сказочная пара из-за зеркалья – белый кролик и чеширский кот. Это просто каюта океанского лайнера. Ого! А как все? Да, а как все? Ой, слушайте, это куда мы попали? Ого! Куда мы попали? Вот это да! Слуд вообще весь! Вот это да! Здорово! Скаменька какая! Больше как будто в два раза стало место. Слушайте! Потрясающе! Опа! Вот это да! Ооо! Слушайте, ну какая прелесть! Лицо вне зоны со страницы детства. Правда, это полет фантазии. Наша переделка вдохновила Медведевых в том числе и на дальнейшие работы по обустройству территории. Вид из окон теперь поистине волшебный. Переделка нам задала, конечно, очень высокий уровень. И мы были поражены тем, насколько грамотно выстроен проект в целом. И насколько здорово все реализовано в деталях. Какие красивые краски. Как все сделано надежно, практично и долговечно. Хотя прихожая, к примеру, собрала на сайте переделки неоднозначные комментарии. Многие зрители сочли цвет стен слишком ярким и предрекли такое развитие событий. Героям он быстро надоест и через пару месяцев они все перекрасят. Прихожая нам очень нравится. Она решила все наши проблемы, потому что обувь на своем месте, одежда на своем месте. И еще куча полок прозапасных. Мне нравится. Очень, очень вкусный, сочный цвет. Зато в столовой произошли кое-какие изменения. Под коллекцию картин авторства правнучки Вики освободили одну из стен. Ту самую бревенчатую, за которую так билась Анастасия Стенберг. И которую она сделала фоном для старого хозяйского серванта. Не делайте все новое, особенно на даче. Это как-то смотрится пластмассово. Мы позволили себе в это решение вмешаться. Этот секретарь нам не очень нравился, поэтому он уехал на пенсию. Телевизор уехал в гостиную детскую. И нам очень нравится. Теперь открылась галерея с Викиными картинами. Не повезло и старым хозяйским стульям, которые мы реставрировали. Стули были безнадежные. В них было вложено кучу времени и сил. И они все равно развалились. Поэтому у них было принято волевое решение их поменять. Это лавка моя любимая, потому что она очень теплая зимой. Мне очень нравится яд. Мне комфортно. Кухня стала местом притяжения для друзей и родственников. Всем хочется выпить чая с котом и кроликом из Страны Чудес. Наши друзья теперь нам дарят вот такие подарки про Алис Страны Чудес. Мы здесь все немного не в своем уме. Но кухня, она великолепна. Она очень функциональна. Работает на полную. И это просто счастье. Это совершенно другое качество жизни. Нам очень нравится весь дизайн. Он яркий, классный. Мне хорошо. Здесь достаточное количество розеток для меня везде. Потому что я могу и миксер подключить, и комбайн, когда надо. Здесь я там замешиваю тесто, например, на блины. Все готовим. И сразу мы можем здесь завтракать. И, конечно, мое самое любимое место – это мойка. Ну и здесь вот можно тоже параллельно, когда у нас много гостей, тут тоже кто-то режет. Моем фрукты, овощи. Миша любит очень резать арбуз. Места прям очень-очень достаточно. У нас даже была кухня больше. Но мне кажется, что там не так все было комфортно везде и свободно. Дизайн, предложенный Анастасией Стенберг, подтолкнул наших героев к ремонту в ванной. Над цветовой гаммой долго не раздумывали. Конечно, как на кухне. Мы вдохновились также вот и окном. Мы решили сделать ванну с окном. Это была когда-то моя мечта, чтобы мыться и лицезреть весь сад и всю красоту. Ну и мы продолжили всю композицию из плитки и всю цветовую гамму, конечно, сохранили. Но и самое главное – в семье случилось пополнение. Родилась еще одна юная шахматистка. Пока маленькая Соня только учится сидеть, подросшая Виктория осваивает новые виды активного отдыха на похорошевшей дачной лужайке. Тогу еще польем. Пусть, смотри, шмель прилетел. Давай. А я вот этот пока срежу. И за всеми этими приятными изменениями спокойно и с удовольствием наблюдают патриархи. Мария Ивановна и Юрий Иванович. Мы уже живем по-другому. Спокойно. Две правнучки уже, внучки. Они живут и летом, и зимой сейчас. Так что все здесь удобно сделано для того, чтобы можно жить в кровный год. Дачный ответ продолжает переделку в доме семьи Неверовых. Кухонный гарнитур изготовили по эскизу авторов проекта в Воронеже. Корпуса и фасады из Сыктывкарской ЛДСП в оттенке дуб-кальяри. Шкафы разной глубины и высоты встанут вдоль трех стен. Места для хранения у героев будет вдвое больше. Пропустим второй ярус и сразу перейдем к третьему. Нижние шкафчики снабжены доводчиками, закрываются плавно. Верхние на газлифтах. Вместо двух старых радиаторов установим один большой, новый, черный, матовый, из города Кимры Тверской области. Дизайнер Юлия Янсен лично руководит установкой массивного кухонного острова. У нас очень такая мощная батарея, да, трехсекционная. Ее хватит на 22 метра. Ты нам скажи, куда двигать, хозяйка. Вот сюда двигай. Чуть дальше. Давай. Иди сюда. Отлично. Ну что, кухня готова? Ну как готова? У нас есть скелет кухни, мы можем с тобой все рассмотреть. Но зачем эти труднодоступные ящики здесь? Вопрос в лоб, молодец. А ты представь, если бы их не было, у нас бы композиция кухни бы вся развалилась. Мы, конечно, хотели освободить больше пространства и места. Избавились от верхних шкафов. Но если бы у нас был здесь, вот, например, пенал, да, вертикальный, там была бы вертикальная. А здесь бы, да, это странно максимально бы смотрелось. Это было бы негармонично. И здесь захотелось, конечно, воедино собрать вот эту весь кухонную зону. Вот отсюда? И ее выделить, да. Вот досюда. Да, 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 да. Именно поэтому у нас и здесь появились тоже панели на стене, такие же, как и у кухни, без того же материала. И, соответственно, здесь и техника тоже вписалась. И батарея хорошо на этих панелях звучит. Просто объединяющий такой элемент, который связывает воедино все секции и дает какую-то упорядоченность. Да, ну и функционал, в конце концов. Конечно, у нас герой, на самом деле, очень высокий, и это не проблема будет для них. Даже ты достаешь, и я тоже, может быть, достану. Но, конечно, это долгосрочное хранение, об этом нельзя не сказать. Какие-то заготовки там на зиму, да, у нас герой любит заготавливать ягоды, грибы, да, ну, что-то могут убрать и наверх. Тут система хранения. С этой стороны, с этой. Как раз нажимной механизм, то есть тоже какие-то мелкие сыпучие продукты можно там хранить, очень даже удобно это будет. И у нас появится здесь и остров, и опора. То есть остров будет, на самом деле, шире и будет с выносом. И там могут расположиться комфортно тоже два человека, и, собственно, тоже там выпить чашечку кофе или помочь в готовке хозяйке. Понятно. Интересный цвет, такой тоже темный. Да, конечно, темный, но он играет также с тигром, есть такой же оттенок на нашем панно. И представьте, если бы здесь была светлая кухня, сразу бы потерялся этот шарм, вот этого обволакивающего пространства. Здесь, конечно, только темный цвет. И, конечно же, ярко-красные ручки. Это профиль гола для того, чтобы удобно открывать все ящики. Как раз современности придают нашей кухне. В поддержку будет еще опора у барного стола. И также, посмотрю, у нас у тигров тоже есть такие красные элементы, более приглушенного оттеночка, да. А здесь мы немножко похулиганили. Хулиганство, оно нужно в интерьере, иначе скучно становится. Конечно. У нас также появилась витрина. Здесь наш главный герой Александр, который увлекается коллекционированием таких интересных предметов, как самовар. Вообще, первый раз встречаю такое увлечение. Это очень интересно, да. Конечно, мы не могли бы об этом не подумать и не позаботиться о том, чтобы он разместил свои самые-самые лучшие находки именно в этом шкафу. По высоте в месяц вы рассчитали? Да, мы все рассчитали, конечно. Ну, класс, ну, класс. А вот и столешница из южнокорейского акрилового камня светлого оттенка. Поверхность гладкая, без лишних швов и стыков. Материал не пористый, не прихотлив в уходе. Откосы выполнены из него же. Как и глянцевая ножка под островом, еще один красный акцент. Все предметы из акрилового камня для проекта, включая фартук, изготовил для нас мастер из Санкт-Петербурга. Глубокая мойка из нержавеющей стали встает напротив окна, как и мечтали наши героини. Смеситель с высоким гибким изливом позволит без проблем наполнять водой самые крупные емкости, даже ведра. Дозатор для чистящего средства от той же компании. Юля, посмотри вот тот маленький, мне нравится он. Тем временем на веранде авторы проекта проводят кастинг среди самоваров. Выбирают те, что идеально впишутся в интерьер новой кухни. Ну смотри, эти слишком блестящие, они все-таки холодные. Мы хотели теплоты привнести, да, тем более здесь такой выбор широкий. Тут можно любой брать. Мне кажется, вот тот наверху, видишь, на второй полке резной такой вообще, красивый-красивый. Мы его должны с тобой попробовать все-таки. Может быть, вот на нижнюю полку он у нас встанет. Вот этот тоже неплохой. Третий, смотри, по форме, да. Да, мне тоже он понравился, кстати, необычный. Тут у нас богатства много. Смотри, вот этот вот еще, пузатик. Слушай, ну мне кажется, простовата форма. Ну как будто бы совсем недавно мы еще наблюдали такие формы на наших столах. А вот этот вот, он, конечно, поживший, с паутинкой такой. Ну смотри, у него отличный цвет для нас. Да, да. И будет такой предмет в нашем интерьере. Все, давай, слезай. Возвращаемся в дом. Под мойкой установим измельчитель с двойной системой снижения шума и беспроводным выключателем. Посудомоечная машина с автоматической программой мытья. Она самостоятельно определит количество посуды и степень ее загрязнения. Духовой шкаф лаконичный с сенсорным управлением. Газовая варочная панель вместительная с четырьмя конфорками на черном закаленном стекле. Сверху надежные чугунные решетки. В короб из гипсокартона прячем вытяжку. Для встраиваемой микроволновой печи с грилем и конвекцией дизайнеры выбрали не самое очевидное место. В нишу у двери встает холодильник, который не требует разморозки. Розетки и выключатели двух цветов. В зоне кухни светлые, в том фартуку, в обеденный черные, вторят ручкам на дверях. Но все из серии «Весна» турецкого производства. Теперь поработаем над качественным освещением. Гипсовые светильники экологичные и пожаробезопасные подходят под покраску. Разбавляем их терракотовыми накладными спотами. А эти бра из гипса изначально были белыми. Их перекрасили и снабдили полосками, напоминающими тигрины. Над островом крепим объемный светильник из металла и стекла от испанского дизайнера Аугуса Гаскона. Кухонная зона готова. Дизайнер Ганна Бавекина решила ее протестировать. Сейчас вместе с Ильей Зубоденцем приготовят простое и очень вкусное сезонное блюдо. Яблоки в тесте. В общем, смотри, я сделала тесто. 150 грамм масла, 4 ложки сметаны, 3 стакана муки и чуть-чуть соли. Сахара нет в тесте. 4 ингредиента? Да. Значит, берешь так яблоко, насыпаешь в центр ложечку сахара. И теперь вот так вот заворачивай по кругу. Прямо? Теперь, смотри, в яйцо, вот так прямо купаешь в яйце. Только в верхнюю часть. Теперь в сахарочке. Еще сахара, конечно. Все, красиво? Красиво. Сейчас еще и вкусно будет. Давай. Открываем духовой шкаф. Прогрелся он у нас. Нет, смотрю, ты редко пользуешься техникой. Я помню, я помню, я помню. Давай, на серединку. Современный духовой шкаф. Нагрев до 300 градусов. Можно готовить пиццу с хрустящей корочкой. И режим очистки Акваклин с помощью пара. То есть Елене очень легко будет задержать в чистоте духовой шкаф. Мы сохранили возможность на огне готовить газовая варочная панель. Очень красивая тоже. Здесь, кстати, есть таймер. Функция тайм-контрол. Поставила на 20 минут. Через 20 минут подача газа прекратится. Все безопасно, современно и технологично. Ну и вытяжка. Она с сенсорным управлением. При включении сразу самый мощный режим включается. Смотри, какая она здесь красивая, что здесь нет сетки. А вот сделана вот такая тоже аккуратная панель. Да, это стеклянная панель, которая угольный фильтр закрывает. И по периметру всасывание происходит. Такое трио у нас здесь сложилось. А мне нравится, как видишь, по материалам все сделано здорово. Вот фарт вот так пришел в линию. Здесь все сошлось у нас. Вообще очень удобно здесь. Много места. Места просто вообще замечательно, как много. На такой столешнице закрылого камня легко избавиться от грязи? Очень легко. Цвет такой красивый. И смотри, какая большая поверхность. Вот я бы могла сейчас здесь готовить пирожки, да, вот эти вот? Ну, яблоки в тесте. А здесь могли вот сидеть, например, мои дети делать уроки спокойно. Вот там тайм-контрол, а здесь мама контролла, получается. Да, да, да. И как все-таки светлая столешница и светлые откосы окна. Вообще так изменила, помнишь, как в прошлый раз было, как сейчас? Конечно. Избавила от мрачности эту пирожку. Да, очень красиво. Строго интересно смотрится мойка со смесителем. Мы выбирали, чтобы был черный цвет, да, чтобы было удобно пользоваться, чтобы он был функциональный. И вот такая у нас получилась комбинация. Смесители и мойки и дозатор от компании ТОП-ЗИРО. Мойка глубиной 20 сантиметров. Очень хорошая. С пироги покрытием. Здесь слева рычаг для подачи чистой фильтрованной воды, справа для водопровода. И тоже место удобное, мы всему этому подобрали. Ну, герои хотели напротив окна, ну, пожалуйста. Окно, кстати, открывается? Окно открывается, чтобы помыть. Причем открывается интересно. У нас установлена российская фурнитура Футурус с системой открывания Футу. Если на правую ручку смотрит, окно откидывается. Если наверх, распахивается. Ой, хорошо. Давай-ка. Смотри, какая природа, красота. Плюс к этому, здесь есть блокиратор от детей. Если его зафиксировать, дети просто никак не повернут рычаг. Поняла. Ну, его можно в любой момент снять, если что. У нас, кстати, под мойку установлен. Измельчитель. Измельчитель. Избавляет кухню от лишних запахов и поддерживает экологичную обращение. Это вообще современное решение, хорошее очень. Да. Посудомоечная машина на 16 комплектов. Наши герои после большого праздника смогут загрузить сюда всю грязную посуду. Ты знаешь, что я умею загружать посудомойку очень-очень быстро. Дай лайфхак быстрый. Вниз кастрюли и все тарелки. А вот здесь складываются все... Чашки. Чашки, да. Ну, это надо... Опыт. Опыт. Практика. Да. Ну, чтобы сложить вниз в высокие кастрюли, можно поднять корзину. Отлично. Класс. А встраиваем микроволновую печь у нас под столешницей острова. Объясните. Потому что другого места не было. Все элементарно. Мы не могли уже сделать еще один пенал, да. Ставить на столешницу здесь не хотелось. Ну, и здесь, мне кажется, она спрятана. Пользоваться, в принципе, можно спокойно. Да, нагнулась чуть-чуть, но ничего. Очень удобно, что поверхность, да, здесь близко. Иногда бывает расположено так ее, что далеко идти потом с горячим. А здесь раз, ты поставил сразу. И все. Хорошо. Холодильник у нас в самом левом пенале, но без морозилки. Да, именно холодильник. Мы знаем, что у героев есть специальные морозильные камеры. Они много заготавливают, много морозят. Поэтому у них в отдельной комнате. Но когда у тебя здесь такой большой холодильник на кухне, это зато в быту, в каждодневном намного приятнее и удобнее. Техника у наших героев современная, долго им прослужит. Ведь это компания Хайр. Мы от этого бренда подобрали встраиваемую микроволновую печь. Газовую варочную панель, духовой шкаф. Вытяжку, измельчитель, посудомоечную машину и холодильник. И еще скоро у нас появится большой телевизор. С десертом расправились стремительно. Продолжаем работу. Крепим конусообразный светильник с абажуром из рафии. Отсылка к жарким южным странам. Диван сложной формы создан по эскизам дизайнеров. В основе прочная сактывкарская фанера и вторичный поролон. Обивка из износостойкого микровелюра, окантовка из нубука. К дивану подобрали стол с тонкой мраморной столешницей под лаком диаметром 135 сантиметров. Опора металлическая в цвете шампань. Стулья из металла и эко-кожи. Пара с подлокотниками, пара без. Ну, выступ от лестницы будто здесь и задумывался, чтобы однажды пришли вы в удачный ответ и сделали частью композиции. Мы только этот проект из-за этого и взяли, из-за этого выступа. И сразу этот диван сюда придумали. Ну, почти сразу. Может быть, неделька другая. Не сразу. Немного споров. Конечно. Но потом та самая форма, она появилась. Там две спинки, да, и они немножко с разным наклоном. Один наклон у нас идет параллельно этой лестнице, да, второй уже под другим градусом. Но вот светильник тоже здесь конусообразный, да, он не просто так. То есть мы не хотели никакую другую форму. Под конусообразным светильником у нас как будто он, знаете, продолжается в округлых формах этого живописного стола. И мы позволили себе стол поставить здесь черный, потому что он здесь прямо вот во всей этой литой композиции из персиковых оттенков, да, он здесь как-то раз и выделяется. Но за счет того, что прожилки у него как раз тоже теплые. И он вливается в эту компанию, вообще становится своим парнем. Он кажется массивным и тяжелым, но двигать его довольно просто. Нам стол и стулья подобрали в компании Art Fabric. И со склада в России оперативно привезли на объект. Мы поставили, очень рады этому. Итак, сколько за столом может поместиться людей? Шесть человек на диване, четыре человека на стульях. Итого десять. Но ты еще про секретик не знаешь. Какой? Там спрятан. Сейф? А, бочонок. Сыночек дивана. Сыночек дивана? Все цвета вытянуты с дивана. И видишь, какой объемный кант с интересным шагом, ритмом, да, сделан. Такая прямо тоже индивидуальная вещь получается. Присаживайтесь на диван, оценим, насколько удобно. Ну, слушайте, хорошо, здесь... Видишь, как ножки можно положить. Паралон, да, Витя? На самом деле, да, и форма, смотри, держит диван очень хорошо. Но есть один нюанс. Есть один нюанс, что здесь все построено на нюансах. Самый яркий пример вот здесь. Вот, смотрите, три цвета рядышком, как палитра. И они все друг с другом сочетаются. Каждый материал мы нанизывали, как бусинку. Вот на красную нитку, да, которая у нас проходит по всему помещению. На самом деле, это не совсем простая задача. Это тонкая работа свежего доброго. Поломать голову. Вот у нас тут еще светильник из рафии появился тоже. Посмотрев тон, в тульям нашим фактически прям совпадает один в один. Но так как другой материал, смотрится этот оттенок по-другому. И все это играет. Несмотря на то, что гамма плюс-минус одна и та же, но за счет вот различных фактур и текстур все это выглядит достаточно, ну, интересно. Интересно, конечно. Не плоско. Здесь, конечно, будет проходная зона. Топать туда-обратно герои и гости будут часто. Но с уборкой они будут справляться легко, потому что у них теперь есть помощник моющий пылесос Керхер. Подходит для любых поверхностей, мягкой мебели, ковра, даже если пятна сильные. Зажимаем. И с легкостью все это очищаем. Молодец. Это было волшебно. Вода грязная и чистая друг с другом здесь не смешиваются, потому что есть два отсека. В черном уже отработанная вода и в белом чистая. И если их извлечь, то можно пользоваться этим устройством как хозяйственным пылесосом. Очень удобно. Телевизор с диагональю 140 сантиметров и тонкой незаметной рамкой удобно смотреть из любой точки кухни. Защитный чехол из пленки и искусственной кожи убережет пульт от царапин и грязи. Два мягких черных табурета с подножками паркуются у острова. Выходим во двор встречать паноручную работы. Скоро оно дополнит обеденную зону. Мне кажется, что это все красиво. Смотрите, дерево, что-то интересное. Мы тоже только онлайн это видели, с Натальей Евсеевой согласовывали с нашим декоратором. Ага. Но вживую вот сейчас первый раз. Момент истины, честно скажу. Ну давай ты уже на жеме рубишь. Ну мы с Наташей давно работаем, поэтому... Поэтому уверена, да? Упаковано вообще на века. Откуда ты к нам это ехала? Из Воронежа. И... Ба-ба-ба-бам, ба-ба-бам, ба-ба-бам. Это низ, переворачиваем. Ба-ба-ба-бам, ба-ба-бам. Слушай, ну красиво. Давайте еще раз. Правильно сделаю. Так, вторая часть теперь пошла. Ба-ба-бам, ба-ба-бам, ба-бам, ба-бам, ба-бам. Давай теперь ты иди ба-ба-бам делай. Ты вас повыше? Давай эффектно вдвоем это сделаем. Па-па-па-пам, па-па-пам, па-па-пам. Ну как там, красиво? Красиво! Слушайте, ну этника в чистом виде. Очень красиво. Да, мы немножко добавили этники, чтобы не совсем было скучно. Да супер, вообще, вы посмотрите. Поддержать наших тигров. Класс. Холст, расписанный акриловыми красками и украшенный кусочками эко-кожи, идеально вписался в интерьер. Как и керамика, которую специально для нашего проекта изготовила художник-керамист Рада Тафони. Добавим еще немного выразительного декора. А лучшие места отдадим самоварам нашего героя. Ставим их в витрину с подсветкой. Один, немного потрепанный, но очаровательный старинный тульский, пристроился на подоконнике по соседству с осенним букетом. Ганна, Юля. Ганна, Юля. Это прекрасно, потому что и правда светло, тепло и кардинально вообще не похоже на то, что было. Было у нас несколько планировок с Юлей, мы разрабатывали. И вот это мы решили, что это самое лучшее. Смотри, диван выпадал раньше из истории, он был сам собой. А теперь со столом это полноценная такая функциональная группа. Мало того, что со столом еще с объемами, со стеной, все слилось. В этой зоне на самом деле только либо хранение надо было предусмотреть, либо уже столовую зону. Но хранение слишком примитивно было бы. Мы решили все-таки столовую зону, потому что иначе бы тогда стол у нас бы остался на прежнем месте. И мы бы не предусмотрели такой прекрасный остров, за которым очень удобно готовить. И несколько посадочных мест и разные вариации пребывания собственных гостей и хозяев тоже на этой кухне. Это уже интереснее, разнообразнее. Если включить только над островом, например, свет, может здесь хозяйка что-то готовить, а рядом, например, супруг и дети присесть, выпить кофе. Атмосфера такая очень вечером приятная. Да, можно включить только светильники, которые напоминают как раз тигрят, отсылающий нас к панно. Тоже таинственную атмосферу создает. Можно весь свет включить, и будет светло. Мы все это соединили с светом. Сделала такую вот обволакивающую атмосферу. Вот это нам, я думаю, что сыграло большое. Ну и все эти цвета у нас собрались в нашем панно. Я же его с вами распаковывал. Ну посмотри, как оно в интерьере теперь звучит. Да. Вот здесь и этника у нас соединилась, да, и бохо, и ар-деко, и вообще смесь материалов, стилей, фактур, текстур. Но все смотрится как единое целое. Ну, потому что это с теплом создано. Создано руками интересных людей, с которыми мы часто взаимодействуем. И как раз у нас, смотри, керамика появилась из Санкт-Петербурга. Тоже прекрасно гармонирует с панно, оттеняет тоже, да, этот цвет. Да. И он у нас есть и на плитке, и на панно, и в керамике. И все это благодаря людям, которые живут в своей творческой идее, и это здорово. Даже самовары, большая любовь наших героев, символ объединения, тоже нашли свое место. Гордо стоят на витрине, экспозиция будет наверняка меняться. Правда, некоторые из этих экземпляров нужно отреставрировать. Ну а чтобы набраться опыта, можно нашим героям отправиться в самоварный тур. Что это? Ну, это мы так фантазируем. Просто в России, на самом деле, музеев самоваров огромное количество. Есть одни из самых знаменитых в Касимове, в Туле, в Костроме и много где еще. К слову, поездку можно легко организовать в приложении Т-Банка. Оно у меня есть. Вот. В разделе «Город» можно купить билеты на самолет, а еще на любые мероприятия или в кино. Елена сможет перед поездкой записаться в салон красоты, и все это онлайн. А за покупки и оплату услуг можно получить кэшбэк, что тоже приятно. Давай, у нас в салон, а у тебя на самолет. В общем, настроение у нас хорошее. Отлично. Сейчас финальный штрих – это встретить героев и изменить их в жизни. Уже не терпится посмотреть на их реакцию. Да, мне тоже. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»! Сегодня мы переделали кухню для семьи Неверовых. Наши герои уже здесь. Привет! Привет! Привет, дорогие! До конца! До конца! Здравствуйте! Здравствуйте! Наши раменские же краи славятся промо-сонгжель. Да. Они сделали для вашей передачи вот такой подарок. А самовары – это уже другая фабрика. Мы решили, что у вас в коллекции тоже должен быть самовар. А у вас такое в коллекции есть? Такого нет. Нет? Ну вот, наконец-то у меня есть что-то, что нет у вас. У меня такого нет в коллекции. Слушайте, спасибо. Тортик от кондитера, который живет вот в этом доме. Вот здесь? Да, на восьмом этаже. А мы можем помахать? Она видит нас? Не знаю. Сказали, будет вкусной. Спасибо. Ну что, как дела, друзья, вообще? Как вы? Для меня квартира – это очень тяжко. Для меня дом – это все. Вы, Лен, как человек, который, собственно, ждет, я думаю, свою кухню с нетерпением. Очень с нетерпением, очень волнительно. Волнительно? Кто ожидаете? Двухзонную кухню. С одной стороны кухня, с другой стороны камин. Я в кресле качалки с чашечкой кофе. Несколько дней назад как раз приснилось. Все было очень в таких белых тонах. Почему-то я сразу же подумала, прям во сне, что маме будет прям сразу, мама там падает в оморок. Хорошо. Надеюсь, что раковина напротив окна. Маленькое окно приснилось, что его прорубили во всю стену. Делали большую разделочную зону и вместе как раз с раковиной. Почему-то так вот все очень казалось интересно. Интересно, интересно, да. Ну что? Ну, готов. Готовы увидеть новую кухню? Да. Давайте, пойдем. Размерим тайны. Пойдем. О, боже мой. Это ужасно. Как ты хотел. Мойка. Да. Вот это точно. Нет одной эмоции. Смотри, где спрятались. Это просто нечто. Такое не снилось, да? Такое даже было тяжело представить. Да, что такое будет. Панно с тиграми. Какое панно. И даже два стола. Я стот какой-то. Это точно, чтобы 15 человек поместилось, да? Да. Когда-то два, мы будем сидеть в разных зонах, но сидеть. Самое главное, смотри, какая разделочная зона. Какая большая разделочная зона. В холодильнике. Мама, смотри, для тебя специально сделали в окне розетку, чтобы ты свой телефон не на накриволновке заряжала, как раньше, а можно было бы аккуратненько спрятать. Накриволновочка рядышком. Да, но со мной никого рядом все равно осталось. Да. Это выдвижные? Да, это выдвижные ящики. Что я удивлен, высота пространства не пропала. То есть вот как были высокие наши потолки, так они остались. Кажется, они даже выше стали. Да, вот какой-то объем появился. Вся зона хранения сверху опущена. Ну и вот это вот, да, это как раз для меня. Посмотри, помнишь, ты просил холодильник без морозильной камеры? Вот он, да, холодильник без морозильной камеры. Что ты все не мог уместить в холодильник, у тебя вечно что-то приходилось куда-то прятать. Это самое главное. А как же включается? Надо провести. Это сенсорное. Замечательно. Она даже не бросается в глаза. Здорово. А посудомойная есть? Прямо за верхнюю, вот за красную. А вот она, наша красавица. Слава богу. Теперь на любых посиделках есть кому отдуваться за посуду. Да. Супер. Ждали, шредер на месте. Шредер есть. Шредер есть. А кондиционер-то? И телевизор. Вы вообще заметили, что здесь телевизор? Ай, телевизор. Посмотрите, вот здесь без наличников все, как будто настоящая стена. Просто вот ее сделали. Мне класс. Здесь нет ничего. И диван вписался так удачного. Ты не поверишь, мне больше всего нравятся батареи спрятанные. Магнитные замки классные, бесшумные. Теперь все умещаемся, никто никому не толкается. Здесь кучек вот даже есть, кому места на стуле мало будет. Вот наелся на диване, да? И можно откинуться? Да, да, да. По-новому, это тоже ручная работа для вас. Мы все отталкивались от вот этого, от лестницы, от вот этого треугольника. И поэтому форма дивана и даже треугольная соломенная лампа. Очень удобно. Очень удобно. Неожиданно. Слов нет, одни эмоции. Вроде не светлая кухня, но она вышла очень светлая. Как просторно стало на кухне. Мне кажется, даже выше потолки стали. Мы разместились в пятером. Есть еще разместить, куда несколько человек. Вроде показалось, что надо мной лестница. Над всеми, над нами даже она проходит. Места хватает. Как будто ее сделали. Вот специально для этого ее сделали. Мне нравится раковина. Что она напротив окна. И что она большая. И что рядом с ней есть пространство, куда можно что-то положить. Наконец-то такое большое пространство, действительно, кухни, оно как-то очень функционально. Есть одна зона, вторая зона, есть телевизор. И здесь это маленькая квартира. Это просто маленькая студия. Все продумано до мелочей. Идеально. Все так вдохновляет на другие подвиги. Другой ремонт. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok